Образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтёров на вторых европейских играх продемонстрировали сегодня. Презентация состоялась во Дворце Независимости. Спортивная экипировка, разработанная пошита пинским предприятием, состоит из 19 наименований. Всего Соло Пинск планирует выпустить 500 комплектов. Символ коллекции под названием «Простора» увязан с единой стилистикой логотипа вторых европейских игр и олицетворяет белорусские бескрайние просторы. За идею разработки экипировки для волонтёров и участников акции «Пламя мира» взят стилизованный сюжет «Древо жизни», в котором нашли отражение белорусская вытянанка и символы видов спорта. Заработная плата педагогических работников к 2025 году вырастет вдвое. Об этом сообщили в профильном министерстве. Для выполнения соответствующих поручений президента уже с 1 сентября этого года всем педработникам установлено 20-процентное повышение тарифных окладов. С октября в связи с ростом тарифной ставки первого разряда зарплата работника в этой сфере увеличилась в среднем почти на 4,5%. Повышение продолжится и в следующем году. Выставка под романтическим названием «Куда плывут облака» художественной пары Анны Селивончик и Василия Пешкуна открылась в музее «Лошадская усадьба». Герой Анны – невероятные образы и сказочные животные. Живописец, который продолжает традиции белорусского реалистического искусства Василий Пешкун, свои пейзажи и натюрморты создает исключительно с натуры.